Бурнаульский воздух Это программа «Наши новости» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Делегация Алтайского края сейчас находится с визитом в Татарстане. Ее цель – познакомиться с экономическим потенциалом региона. Кстати, накануне губернатор Виктор Томенко подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором местной компании «Татнефть» Наилем Магановым. В лице «Татнефти» мы получили отличного партнера, отметил Томенко. Наши предприятия теперь смогут поставлять в Татарстан специализированное энергетическое, а также оборудование для нефтехимии и нефтепереработки. Сотрудники «Татнефти» в свою очередь смогут лечиться и отдыхать в алтайском городе-курорте федерального значения Белокурихе. Направлений для сотрудничества множество, отметил губернатор края на встрече с главой Татарстана. Если мы хотя бы на 20% выполним то, на что замахиваемся, то эффект уже будет ясен и чувствителен. Перспективы очень хорошие. Самое главное, есть желание. Наши, наших коллег. Будем вместе работать. А сейчас к другим темам. Баллоны с чистым воздухом начал продавать житель горного Алтая. Известно, что идея предприимчивого бизнесмена пользуется популярностью. Жители Китая активно скупают чистый горный воздух, а вот барнаульцы похвастаться воздухом пока не могут. Наш город не первый год входит в список самых загрязненных городов России. А можно ли улучшить экообстановку краевой столицы? Ответ на этот вопрос пыталась найти Валентина Аскерова. Пыль, смог и выхлопные газы – то, чем мы дышим каждый день. Загрязненный воздух разрушает наш иммунитет и наносит серьезный вред организму. Еще лет 20 назад, рассказывают экологи, Барнаул уже входил в десятку самых грязных городов России. Но тогда было много заводов, они сильно загрязняли городской воздух. После перестройки большинство предприятий закрыли. Экообстановка улучшилась, и только барнаульцы задышали полной грудью, как резко выросло количество машин. Сейчас в городе только по официальным данным насчитывается около 250 тысяч автомобилей. Это при том, что население города чуть больше 600 тысяч человек. Нужно все равно заботиться о своем городе и пытаться как-то решить ситуацию с автотранспортом. Это в планах есть администрации, насколько я знаю, потому что строительство объездной дороги, потому что большой вклад в выбросы дают у нас все-таки какие-то грузовые машины, фуры и так далее, которые идут через город. От неблагоприятной экологической обстановки страдают прежде всего наши легкие. Чтобы обезопасить себя, соблюдайте элементарные правила. Не гуляйте вдоль оживленных магистралей и носите маски, по примеру, японцев. Правда, не забывайте их менять. Проветривайте помещение и просто почаще выбирайтесь за город. Там вы можете дышать полной грудью. На природу стоит выбираться уже сейчас, ведь апрель – это один из самых загрязненных месяцев в году. Это подтверждают пробы воздуха, которые ежедневно анализируют химики. Дело в том, что апрель – переходный период, когда сошел снег, но листвы, которые бы спасало от пыли, еще нет. Чаще покидать черту города стоит жителям центрального района, говорят специалисты гидрометцентра. Уровень вредных веществ там порой зашкаливает. Эта часть города отличается более низкой формой рельефа местности, котловиной и наличием частного сектора с печным отоплением. Поэтому, особенно зимой в условиях антициклона, очень часто можно видеть снеговую ситуацию именно вот в этой части города. Решить проблему с загрязнением, рассказывают экологи. Помогли бы зеленые насаждения, которые поглощают вредные вещества. В Барнауле зеленая зона небольшая. Если бы не ленточный бор, рассказывают специалисты, то ситуация была бы еще плачевнее. И Барнаул занимал уже первые строчки в списке городов с самым грязным воздухом. Так что продавать барнаульский воздух, как наши соседи горноалтайские, мы не можем. Впору нам самим прикупить пару баллончиков, чтобы вздохнуть полной грудью. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Экологический вопрос сейчас пытаются решить и жители села Косиха. На въезде в поселок растет огромная свалка. Несмотря на то, что с января 2019 года эти отходы должны попадать исключительно на полигон Троицкого района. Наша съемочная группа побывала в Косихе и попыталась разобраться, кто подкармливает свалку. Так здесь наводят порядок. Во всяком случае, пока свалка на несколько гектаров сразу за въездом в Косиху дышит, дымит и растет. Часто приходится как-то отодвигать от края? Ну вот это вот она копилась за зиму. За зиму? Зиму не работали в связи с законом, в связи не работали. А потом вот здесь, как это обычно? Утрамбовываются или поджигаются? Обычно это сдвигается, с землей перемешивается. А кто привозит сюда? Население, на машинах прям подъезжают, бросают. По словам жителей, свалки несколько десятилетий. Сваливают все и все. Она единственная для косихинцев. А что, удобно. Рядом село, рядом дорога, ниже склон. И свалку можно постоянно отодвигать от взора. Сбоку от свалки скромно стоят четыре мусорных портала. Возможно, туда привозят отходы добросовестные жители, а возможно, рекоператор. С января Косиха, как и другие райцентры, перешла на новую систему сбора ТКО. Рекоператор собирает мусор и увозит на полигон. В данном случае Троицкий. Каждый возле дома выносит мусор. Машина едет, собирается. А часто ездит? Каждый день, по каждой улице в определенные дни. В итоге мусор у каждого жителя собирают один раз в неделю. По словам хозяев частных домов, воня они не замечают. Ведро с пакетом наполняется. Мы пакет завязали, вынесли на улицу в кладовку или что-то. У меня один мусор за туалетом стоит там. А один новый сделал, здесь хочу ставить сам. Потому что когда баки поставят, это неизвестно. А жителям многоэтажек уже сложнее. Баков нет, мусор складируют, где прохладно. Я вот беру и ставлю пакет вот сюда. Потом я беру и в среду выношу. Но достаточно? Дому нет. Я вам и говорю, что недостаточно. Два хотя бы раза в неделю. Потому что мусору очень много накапливается. У кого большие семьи. И тот, кто не может ждать неделю, самостоятельно едет на свалку. Но, как выяснилось, возил сюда и рекоператор. Он сам и попросил местной власти предоставить ему временную площадку для хранения. Мы почистили ее к первому января. Предоставили эту площадку. Но, позвольте, кто должен на ней тогда поддерживать порядок? Есть ситуация, когда население самого возит туда. Может быть, еще недостаточно проработан этот вопрос. Но оно везет на то место, где и он складирует. Вы же коммунальными отходами занимаетесь сегодня. Посмотрите, приехайте, наведите порядок. Мы готовы поставить сами технику. Все, что есть между муниципалитетом и рекоператором, это соглашение о сотрудничестве. Поэтому глава Косихи Максим Гусев так и не понимает, кто должен следить за этим грязным местом. И добавляет, единственная попытка рекоператора увезти отсюда мусор была в марте, но сорвалась из-за возгорания на свалке. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. В свою очередь, мы обратились за комментариями к региональному оператору. В ближайшие дни нам пообещали ответить на все вопросы развития темы в следующих выпусках. А пока продолжим. Алтайохранкультура официально отказалась признавать комплекс зданий бывшей усадьбы купца Михайлова на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской памятником. Об этом через соцсети накануне сообщили активисты общественного движения «Гражданский патруль». Напомним, они провели ряд акций против сноса усадьбы, на месте которой запланировано строительство высотного здания краевой прокуратуры. Как нам рассказал историк и краевед Данил Дегтярев, представители Алтайохранкультуры объяснили свой отказ тем, что якобы доказательств ценности усадьбы Михайлова недостаточно, и оснований оспорить решение, принятое краевыми властями в 2006 году, у них нет. Теперь, признают общественники, шансов спасти исторические здания почти не осталось. Тем не менее, они намерены продолжить борьбу, обратившись в суд. Они тоже продолжат борьбу за рабочее место, но только в том случае, если предложенные работодателями варианты не устраивают. В медицинском университете прошла процедура распределения студентов. Здравствуйте, я Агановская Дарья Олеговна. Бюджетная форма обучения, и я хотела бы быть психиатром. Рассматриваю остаться в Алтайском крае. За Дарию главные врачи больниц Алтайского края стали бороться сразу после ее представления. Ее пригласили работать в Бийск, Волчиху и в Баевский район. Такая популярность объясняется специализацией. Среди своих одногруппников Дарья Агановская одна выбрала психиатрию. Конечно, хотелось бы остаться в Барнауле. Всем, кто сейчас зашел в этот зал, хотелось бы остаться в Барнауле. Никто бы не хотел уезжать, но все равно реально надо мыслить. Не у каждого есть деньги отучиться на платной форме обучения. В распределении участвовало 200 студентов педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов медицинского вуза. Больше половины из них – целевики. Но остаться в Барнауле мечтают и они. Учусь на целевой форме обучения. Договор заключен с Астралийской ЦРБ. Мы планируем остаться в городе по семейному столетию. Есть некоторые пункты договора, которые можно сделать в сторону договора. Вы расскажите, пожалуйста, замуж, ухожу за военную. Наша основная задача – трудоустроить всех лиц, которые обучались по договорам о целевом обучении в соответствии с теми требованиями, которые указаны в этих договорах. То есть целевики идут к работодателю, с которым познакомились 6 лет назад. Своего врача ждали более 50 руководителей больниц из городов и районов Алтайского края. Брать молодых специалистов не боятся. За их обучением следили. С педиатрического факультета больше всего ждут участковых терапевтов. Я приехала сюда сегодня с большой надеждой на встречу с выпускниками медицинского университета, что вернусь не одна. По крайней мере, 4-5 участковых врача мечтают, что мы сегодня получим наше учреждение. К сожалению, учреждение наше укомплектовано участковыми докторами всего лишь на 50%. Тем, кто поедет в БИСК, обещают предоставить жилье, места для детей в детском саду и 250 тысяч рублей подъемных. Но желающих все равно немного. Некоторые выпускники подписали договор с работодателем прямо на месте. Остальные продолжат поиски работы самостоятельно. Нарина Миллер, Николай Шелко. Наши новости. А на днях стартовал прием заявок для участия в ежегодном молодежном управленческом форуме «Алтай. Территория развития». До середины мая все желающие могут пройти регистрацию через информационную систему «Молодежь России». Конкурсная комиссия выберет лучшие портфолио и работы, авторы которых отправятся на форум. В этом году АТР пройдет с 9 по 14 июня на территории сибирского подворья. Главная задача, по мнению организаторов, сформировать мощную команду молодых и талантливых управленцев для повышения качества жизни и социально-экономического развития Сибири. В этом году на форуме будут работать 20 образовательных площадок по 14 направлениям. Подробнее об этом и не только можно узнать на официальном сайте форума. Живописные виды уникального алтайского водоема в любой сезон можно увидеть в Барнауле. В галерее Республика ИЗО работает фотовыставка о Телецком озере. А там попробую с ним. Оно так грохочет, что попрыгну штатив от аппарата вперед на высоту. Вот эти снимки Сергей Усик сделал летом. В это время громые молнии на Телецком озере становятся привычными. Автор фотографии уже 14 лет живет и работает в Алтайском заповеднике в устье реки Кокша на самом труднодоступном озерном кордоне. Наблюдать за Телецким он может круглый год. Каждый снимок, сделанный Сергеем Усиком, уникален. Из-за частой смены погоды, особенно в летние месяцы, погода часто меняется. В первые половины туманы, потом больше солнечных дней получается. Конечно, особенно когда живешь постоянно на озере. Там, да, там это понятно. Очень красивые места. В объектив фотографа попадает не только флора, но и фауна. В экспозиции более 80 работ. Все они сделаны за последние пять лет. Это выверенные места, это выбранный свет, это локации, которые снимаются в разные времена года и тому подобное. И от этого открывается и Телецкое озеро, раскрывается его цвет, его ширина, глубина, прозрачность неба и все остальное. Выставка с видами Телецкого озера будет работать до 28 апреля. После работы перейдут в одно из медучреждений Барнаула. Там они станут своего рода терапией для пациентов и сотрудников больницы. Дарья Ремиллер, Андрей Печоркин. Наши новости. Сейчас еще немного полезной информации. Самосвальная прицепная техника для местных фермеров и строителей станет доступнее. Так говорят представители Алтайского и Ставропольского заводов, которые начали сотрудничество и совместное производство. Теперь прицепы высокого качества для алтайского покупателя станут ближе и дешевле. Усиленные кузова и самосвальные установки – главная продукция Барнаульского завода «Алтай-Кузов». Уже 6 лет с самого основания предприятие постоянно совершенствуется, а в этом году оно значительно расширило производство. Производство предприятия «Алтай-Кузов» совместно с заводом «Ставприцеп» начало производство прицепной техники на Алтае. Соединив проверенные прочные шасси от Ставропольского завода «Ставприцеп» с кузовами и самосвальными механизмами от «Алтай-Кузов», специалисты получили качественные и надежные самосвальные прицепы. Кроме того, сотрудничество позволило значительно снизить цену и приблизить продукцию к алтайскому покупателю. Для того, чтобы не ехать в среднюю полосу за прицепной техникой, не тратить свое время, деньги и так далее, можно все это приобрести здесь и в очень хороших условиях. Новый удлиненный до 6 метров прицеп обладает усиленной рамой и подвеской. Оснащен немецкой тормозной системой и итальянскими гидравлическими механизмами. В качестве любой покупатель может убедиться сам, приехать и буквально потрогать технику руками. Под клиента можно доработать конструкцию, сделать универсальное открывание бортов, плюс еще какие-то дополнения к этой конструкции, опять же, по желанию клиента. Это очень удобно. Совместными усилиями предприятия изготовили легкий, надежный и эргономичный прицеп. Именно такой и нужен каждому хозяйству. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза – Банк Восточный. А Ольга с бухгалтерии каждый день в новом. Как она это делает? Кредит, что ли, взяла? Я тоже возьму. А такое платье увидела? Вот возьму и куплю. И сумку. Одобряешь? Одобряю. Одобряем кредит до миллиона рублей под 9,9% на ваши цели. Восточный банк. Одобряем ваши желания. На всей территории края ясные, почти по летнему тепло. В Олейске, Велокурихе и Рубцовске до плюс 21. Всего лишь на градус меньше. В Заминогорске, Заринске и Бийске. В Барнауле, Юго-Западный. Умеренный ветер ночью плюс 12, днем до 20 тепла. Напоминаю, телефон редакции 722-440. Звоните, если у вас есть интересные темы для наших сюжетов. А у меня на сегодня все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok